Всем привет, меня зовут Веддив, сегодня у нас поистине необычный обзор, потому что у нас сегодня не один бокс, не два, не три, а четыре бокса. Это просто офигительно, в общем, суть в чём, я не верил в это до последнего, но реально, есть ли наборы. Были наборы за 100, 150 рублей, за 50 даже рублей, ну чтобы за 30 рублей, ну это просто сверх какого-то бичарства. И сегодня у нас 4 такие коробки, но, собственно говоря, коробок нет. Что купит бомж, школьник из канцелярии, школьник вкусняшек и студент на 30 рублей. И ставь лайк, если мечтаешь стать миллионером, и ставь дизлайк, если мечтаешь стать бомжом. В общем, 4 разных коробки, я думаю, стоит начать, наверное, с ништячков вкусняшек. Вот набор за 30 рублей, опять же, повторяюсь, 30 рублей, ребят, у меня в голове не укладывается, что купит школьник на 30 рублей в Ашане. Чё не купит школьник на 30 рублей в Ашане, но, тем не менее, у нас идёт вот такой сок, самый дешёвый, как всегда, продукции каждый день. Мультифрукт нектары. Кстати, заметьте, мультифрукт самый дешманский, он стоит, по-моему, 9 или 10 рублей. При этом яблоко и другое стоят чуть-чуть подороже, там, по-моему, 12. Но, блин, слушайте, сок-то всё равно нормальный, и как бы можно так заточить. Нужно всё это зажевать вот такой шоколадочкой 35, потому что она самая бичёвская, и можно вообще приобрести за 8 рублей. Почему со вкусом шоколада? Реально, почему-то 20 грамм. Ну, я думаю, мы уже обозревали их, разные такие. Мне самое прикольное нравится, с кокосным и лесным орехом. По-моему, даже крема нету. О, крем есть. И только этим довольствием у нас также идёт ещё чупа-чупс за 5 рублей. Какой-то бичёвский чупа-чупс, который даже вообще не от компании чупа-чупс. Просто линец. Колобок! Колобок, господи. Он даже открывается, смотрите, сверху. Вот сахарная пудра, что ли. А, она с кока-колы ещё. Колобок, кока-кола. За 5 рублей. Причём обычно чуп-чупс стоит 7 рублей. Ну и всё это, конечно, можно зажевать так же. Если честно, они, по идее, должны быть с разными вкусами. Там зелёное яблоко, ежевика, апельсин, лимон. Но на вкус они, по большому счёту, абсолютно одинаковые. Ну а чё вы хотели за 9 рублей? Это полная стойка. Кстати, в конце выберем победителя. Пишите своё мнение в комментариях. А вот что купит школьник-студент на 30 рублей? Мы посмотрим. В общем, у нас идёт вот такая замечательная тетрадка. Всего за 3 рубля. Причём тетрадка 24 листа. Офигеть. Она... А, она в косую клетку. Понятно, что она такая дешманская была. Кто пишет сейчас в косую клетку? У нас идёт ручка, где можно просто как черновик использовать. В общем, короче, такие ручки, в общем, стоят 3 рубля, кажется. Получается, тетрадка, ручка 3 рубля. Бичёвский вариант, если вы, например, ну, не из благополучной семьи, там, не мажоры. Вообще, я читал в комментариях, пишут, что могут месяц прожить на 100 рублей. Но, опять же, такая сомнительная информация, потому что, ну, как бы, ни есть, ни пить вообще. То есть, всё равно это очень-очень мало. Этого вообще не хватит. Вот, помимо этого, также у нас идёт карандаш за 3 рубля. Кстати, твёрдо-мягкие, остренькие. Всё хорошо. Нормально. Рублей у нас очень ограниченный бюджет. Но, тем не менее, у нас идёт вот такой транспортир, или как это называется, угол, стем. Стем, стем. За 5, за 5 рублей! За 5 рублей! И, ребят, это уже 14 рублей. То есть, отлично что-нибудь отмерять, там, 10 сантиметров. Или там измерять, ну, лучше было бы, конечно, 15, но, тем не менее. Дальше у нас идёт вот такая линейка от компании. Каждый день! Каждый день! Я не помню, по-моему, 5 рублей стоит. Тоже дешёвая линейка. Запасная линейка. И вот она уже идёт 16 сантиметров. То есть, кто-то уже может измерять себе что-нибудь. Но, помимо этого, у нас идут ещё и фломастеры вот такие. Я вообще был удивлён, что они продавались в такой упаковке одноразовой. То есть, просто без пенала, без ничего. И стоили что-то около 7 или 8 рублей. То есть, вообще дешманьё какое-то. Точилка за 3 рубля. Для маленького и большого карандаша. То есть, тоже очень удобно. И ластик за, кажется, по-моему, тоже 3 рубля. Тут всё вроде как по 3 рубля. 3 рубля. И вот, смотрите, 30 рублей на 30 рублей. Блин, да, бичёвская, но как бы норм. Основа есть. Основа есть. Уже на уроке будешь сидеть не с пустыми руками. Так, отодвигаем. Теперь идём к взрослой аудитории, которая меня смотрит. Это набор студента за 30 рублей. Вот, например, вы студент, вы не получаете стипендию, вы бич не работаете. Приехали, например, в большой город из села. У вас вообще нет денег. Там какие-то копейки бабка дала. Вот. И что вам покупать на 30 рублей? В общем, в первую очередь, это, конечно же, проездной. Ну, то есть, не сам проездной, а вот такая корочка за 6 рублей. Давайте поспакую её. Билет. Проездной билет городского поджиженского транспорта. Ну, можете положить студенческий или какие-нибудь водительские права или чё-нибудь. Откуда у вас водительские права, если вы, например, бич? Вот такой проезд за 6 рублей. Должна быть тетрадь. Не какая-то там фигня, а то есть, такая нормальная лощёная тетрадь за 10 рублей, кажется. То есть, пахнет так классно. Сколько здесь листов? 18 листов. Ну, нормально, в принципе, что-то тоже записывать, как для предметной или что-то такого. Это идёт ручка. Ручка зелёная. Зелёная? Да, зелёная. Само удивление. Ну, в общем, прикол в том, что студенты это уже личности неординарные, поэтому с синей пастой это как-то банально. Зелёные. Хотя они, по-моему, одинаковые даже, да? Так же 3 рубля стоят, а не одинаковые. 3 рубля ручка за 3 рубля. Слушайте, ну, нормальная ручка за 3 рубля. Она такая мягенькая, прям за 3 рубля ручка. Ну, какой же студент без душеракуса? Душеракус, а душеракус с говядиной, говяжий дошик. Это просто объедение. Стоит, по-моему, рублей 12, то есть тоже недорого. Но при этом смотрите, сколько здесь приправок. Сколько здесь приправок? А, ну вот, да, душерак и посыпучки. Ещё больше ничего нет. Ставь лайк, если любишь душерак. Ставь лайк, если тоже любишь есть душерак и вообще любую китайскую лапшу без кипятка, просто в сухую. Пища богов. Ну, и уже студентам можно жить не тужить. Давайте оторвать. Ну, и четвёртая версия, что можно купить из Ашана бомжу на 30 рублей, если его, конечно, туда пустят. Господи, да там такие люди порой ходят, что, знаете, ребят, это полная фигня. В общем, в первую очередь нужно купить, что-то пожрать, чтобы это приготовить, что очень дешманское. Это гороховый суп быстрого приготовления от компании «Каждый день», который я бы вообще не советовал. В принципе, гороховый суп бы не советовал. Ещё и каждый день это, значит, вас пронесёт по полу за 5 рублей. Зато за 5 рублей. Вы знаете, какую-то огромную кастрюлю. Они находят на помойке огромную кастрюлю, её просто заваривают, и вот какая-то похлёбка у них имеется. Вот такой гороховый суп за 5 рублей для бомжей. Ну и, конечно, чтобы разогреть костёр или чё-то такое, можно спичка, можно зажигалку за 5 рублей. Вон она как херачит. Гороховый суп. Нужна водичка, самая дешёвая, это «Снежская» плюс кислород О2. Короче, для тех, кто живёт и работает в городе. Это уж точно. Обогащённая кислородом, природная минеральная питьевая. Стильно модно молодёжно. Повышает энергоспод... Господи, это энергетика ли вода? Тут такие рекомендации. Вода бомжу нужна, но, опять же, бомжи тоже люди, нужно какое-то развлечение. И у нас идёт... Я не показываю, потому что теперь это нельзя показывать. По законам Российской Федерации. Это «Боярышник». Это, в общем, бояра. Она, по-моему, самая дорогая стоит в районе, что-то потребляют. Но, в общем, что сказать. За 30 рублей ни хрена ничего не купишь. Я не знаю... Поэтому, что я могу сказать, ребят? Купить что-то за 30 рублей – это полная лажа. Я не знаю, кто там живёт на 100 рублей в месяц. Но, серьёзно, ничего путного ты не купишь. Так, просто... На жвачку еле хватит. Ну, можно, конечно, постараться, но полное говно будет, конечно. Вот, в общем, у меня чайник докипает. Я сейчас буду заварить себе дошик. Потом просто засыплю гороховый суп, а результат выложу в свой Инстаграм без цензуры. Подписывайтесь, кстати. Ссылка где? В описании. Ну, какой он это? В общем, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите своё мнение в комментариях, какой вам больше набор понравился. Может, набор бомжа. Ну, а также жмите на колокольчик. Говяжий дошик! Красота! Потом боярость закинусь и реально в Инстаграм выложу результат. Результат чего? Поноса!